В Кирове начало второго пришло время особого мнения. Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. Своим особым мнением сегодня с нами поделится Алексей Кузьмин, депутат Кировской городской думы. Алексей, добрый день. Добрый день. На нашем сайте хакирова.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, если у вас есть желание задать вопрос гостю особого мнения, то, пожалуйста, задавайте с помощью специальной формы там же на сайте хакирова.ру. Особое мнение сегодня Алексей выскажет по многим темам, самым разнообразным. Но хочу я начать все-таки с темы принятия бюджета нашего города на 2017 год и на дальнейший плановый период. Как раз-таки накануне вы с коллегами, депутаты, принимали этот документ. Вот я задался вопросом. Наверное, обычный житель Кирова, в общем-то, даже не подразумевает о каких-то тонкостях формирования бюджета, как он готовится, как он обсуждается. Поделитесь, пожалуйста, своей оценкой главного финансового документа областного центра, как он готовился. Действительно, накануне на заседании Городской думы бюджет на 2017 год был принят. Принят единогласно. Ни одна из фракций не проголосовала против. Многие представители СМИ говорят о том, что бюджет был принят без дискуссий, без обсуждений. Но на самом деле это не так. До этого проводились и бюджетное слушание, и публичное слушание, и комментарии, и предложения вносились, и предлагались. Поэтому и на самом заседании Городской думы, как таковой, дискуссии не состоялось. Мы считаем, что это нормально, потому что все дискуссии должны проходить в рамках комиссий специальных, в рамках специальных публичных и депутатских слушаний. А на думе все-таки уже принимается итоговое решение, и поэтому дискутировать, задавать те же самые вопросы мы посчитали нецелесообразным. Поэтому бюджет был принят. Бюджет назвать бюджетом развития, мне кажется, будет несправедливо, потому что на развитие экономики, особенной экономики, в бюджете заложена смешная цифра, поэтому в основном этот бюджет, я бы назвал бюджет выживания. Бюджет выживания. Ну давайте основные параметры озвучим. Доходная часть 9 миллиардов округляю 800 миллионов рублей, расходная часть 10 миллиардов округляю 200 миллионов рублей. На развитие транспортной инфраструктуры более миллиарда 700 тысяч, миллиарда 700 миллионов рублей направляется 350 миллионов в сферу ЖКХ, 254 миллиона будут вложены в охрану окружающей среды. Год экологии, видимо, да, с этим связан. Претензий не вызвало, да, такой расклад? Ну, я уже отмечу, что бюджет достаточно сложный и напряженный, и в этом году и доходная, и расходная часть бюджета сокращены, как вы видите, по сравнению с прошлым годом. Поэтому говорить о каких-то кардинальных решениях, кардинальных изменениях бюджета мы не стали. Если вы, например, подумаете, что миллиард 700 миллионов рублей, выделенных на дороги города, на транспорт и на дороги, вы думаете, что это огромная колоссальная цифра будет вложена в дороги? Нет, я знаю, что миллиард это путепровод в чистые пруды. Один миллиард это путепровод в чистые пруды, поэтому здесь будут федеральные субсидии, поэтому в этой ситуации о хороших и качественных дорогах все равно в следующем году мечтать не приходится. Большая часть расходной строки бюджета – это все-таки образование города Кирова. Больше 62% – это детские сады и школы, это выплата заработной платы, содержание имущественного комплекса, развитие учебных заведений. Поэтому все-таки главная расходная часть бюджета – это образование. Все остальное – это как могли администрация сокращала строки расходов бюджета. И поэтому, еще раз повторяюсь, о каком-то экономическом развитии в плане формирования бюджета говорить не приходится, к сожалению. Хорошо, кое-что пояснили, но по вашему предложению в экономию городского бюджета чуть позже мы этой темы коснемся. Одно из предложений. Сейчас хочу поднять тему коррупционного скандала. Позавчера стало известно о том, что при получении взятки задержан замдиректора гостиницы «Вятка». Гостиница «Вятка» – это муниципальное унитарное предприятие, одно из нескольких. По версии следствия, замдиректора заключил с одной из строительных фирм договор на ремонт фасада здания гостиницы. Сумма 5 миллионов рублей, когда работы были выполнены, этот человек потребовал 1 миллион за то, чтобы принять работу и заплатить по договору. Вообще мупы наши городские не впервые оказываются в центре каких-то разбирательств, скандалов. По поводу взяток я чуть не припомню, но претензий было масса. К тому же центральному рынку. Были, были, конечно. Как и муп. Он тоже муп до сих пор. В сентябре этого года, а, да, про центральный рынок, вспомните, 13-й год, что говорил про него бывший руководитель в этой Пакировской области Сергей Александрович Солодовник. В сентябре этого года были озвучены планы по реорганизации мупов либо в ООО, либо в ОАО. И вот данное происшествие, Алексей, на ваш взгляд, не является ли основанием для того, чтобы, ну, минимум, проверку какую-то организовать всего этого хозяйства? Ну, что касается, дополню, что касается центрального рынка, то уже принято решение акционирования центрального рынка. Будет ООО, центральный рынок, где пока доля собственности города Кирова будет 100%. За тем, что будет происходить с акциями этой компании, уже будет решать также городская власть, либо это будет приватизация какой-то части пакета, либо полностью сохраниться за городом. Это уже решать в будущем году. Что касается гостиницы «Вятка», то я уже неоднократно об этом говорил, что муниципальная собственность, она склоняет, скажем так, управленцев этой собственности, склоняет к незаконным действиям, можно так сказать, потому что нахождение в руках огромных активов, которые принадлежат не частному лицу, не тебе, а городу или области, оно заставляет затумываться управленцев о том, как бы навариться, наживиться на этой собственности, на этих активах. И я думаю, МУП «Гостиница Вятка» в этой ситуации не стала исключением, к сожалению. И мы здесь говорим о том, что просто это такая уже тенденция, когда по областным, по муниципальным государственным контрактам бывают вопросы по оплате этих контрактов. И с этим бизнес Кировский нередко сталкивается. И в том числе мы сейчас видим о том, что как раз именно за то, чтобы оплатили, вовремя оплатили этот контракт, и была передана и выпрошена взятка. То есть здесь мы говорим о том, что необходимо наводить порядок с точки зрения финансовой ответственности, в том числе и муниципальных предприятий, о том, что необходимо за контракты, за государственные контракты расплачиваться в полном объеме и вовремя, не затягивать, не доводить до суда и до решения суда. Таких прецедентов очень много. Это еще если бизнес не молчит и подает отсуды, но зачастую бизнес молчит и ждет полгода, год. Есть случаи, когда полтора года оплачиваются государственные контракты. Естественно, ни одному уважающему себя бизнесмену, который следит за своим бюджетом, этой ситуации не устраивает. Так вот, я слышал информацию, что в федеральном правительстве обсуждается законопроект, который будет обязывать заключать государственные контракты со сроком оплаты не более 30 дней. Я эту инициативу полностью поддерживаю. Считаю, что здесь будет прозрачный рынок, здесь государственные учреждения и предприятия не будут выступать монополистом с точки зрения диктата финансовых обязательств. И считаю, что для любого бизнеса срок оплаты 30 дней – это приемленный срок. Это первое. Второе. Мы здесь говорим о комплексных ремонтных работах фасада здания, муниципальной гостиницы. Подрядчик добросовестно исполнил свои обязательства на 5 миллионов рублей. И подрядчик, я уверен, что рентабельность этого проекта для подрядчика не такая уж и высокая была. Поэтому явно лишнего миллиона из этого контракта у этого подрядчика не было. Иначе он бы сработал в минус. Ни один нормальный бизнесмен в минус государственные контракты брать на себя не будет. Если нет каких-то там особых условий договоренности. Но тем не менее, я считаю, что подрядчик поступил абсолютно правильно. Что не стал вестись на поводу коррупционеров. Ну, пока еще, конечно, нельзя так называть этого человека, кто взял взятку. Но пока, да, идет следствие. Но тем не менее, ни в коем случае нельзя поддаваться на провокации. Нельзя заключать невыгодные для себя контракты. И пытаться таким образом, скажем так, воздействовать на заказчика. Поэтому... Организация мупов в обществе с ограниченной ответственностью, вакционерное общество, оно предотвратит такие возможности? Мне кажется, надо говорить не о реорганизации мупов. Мне кажется, надо говорить о частичной или полной приватизации. Приватизации. Муниципальных, унитарных предприятий. Соответственно, сейчас мы обязаны перевести мупы в ООО, ООО или АОО, а затем уже заниматься вопросом о приватизации этих активов. Потому что муниципальное управление предприятиями, я считаю, неэффективным и невыгодным. Мы это видим на цифрах, которые отражены в бюджете. Это по расходах на эти муниципальные предприятия и доходах, которые с них получает муниципалитет. Поэтому я считаю, что необходима комплексная программа приватизации. Тем более, скажем так, имущество у муниципалитета остается все меньше, имеется в виду каких-то торговых площадей, офисных площадей. А вот активы мупов, они еще сохраняются, они достаточно большие. Все мупы владеют активами по балансовой стоимости, насколько я помню, 3,3 миллиарда рублей. Цифра достаточно серьезная. Треть бюджета городского. Цифра достаточно серьезная. Поэтому программа приватизации этих активов позволит наполнить городской бюджет и позволит создать эффективное предприятие на городском уровне. Кстати, программа приватизации накануне на создание городской думы тоже есть? Утверждена была, да? Да, точно так же была утверждена. Порядка 250 миллионов, да? Да. В этом году она небольшая. Она небольшая. У нас сейчас небольшая пауза, мы скоро продолжим нашу беседу. И сегодня это особое мнение Алексея Кузьмина, депутата Кировской городской думы. Напомню, уточню, Алексей представляет фракцию «Справедливая Россия» в нашем городском парламенте. Давайте перенесемся ненадолго в областной парламент. Депутаты ОЗС, они тоже накануне заседали, пленарка была. Депутаты ОЗС накануне большинством голосов отказались от ежемесячных компенсаций, это порядка 10 тысяч рублей, на осуществление своей непосредственной депутатской деятельности. Как заявил спикер парламента Владимир Быков, лучше деньги пустить на детский спорт. В год выходит порядка 7 миллионов рублей. Вопрос горячо обсуждался, партия власти, фракция «Единая Россия» в количестве 37 депутатов была однозначно «за», по-моему. Оппозиция в количестве 17 депутатов однозначно «против» была. Мы уже обсуждали этот вопрос здесь у нас, но вот как оценивать такое решение? Оппозиционеры говорили о том, что при их небольших зарплатах они не смогут выполнять эти депутатские свои обязанности, в том числе отвечать на письма избирателей. Так что для них вот эта сумма, 10 тысяч рублей, она весьма и весьма существенна, но ее уже нет у них. Что такое? Вы знаете, это не зарплата, это возмещение расходов. В том числе на дорогу? В том числе на транспорт, на проживание, на письма, на встречи с избирателями. Лично мое мнение по этому поводу следующее. Вы знаете, я от такого активного муссирования и активной пиар-компании в средствах массовых информаций по какому-либо поводу уже не видел достаточно давно. Так вот, вот эти 10 тысяч рублей, от которых депутаты отказались, ну столько шума было от этих депутатских компенсаций. Такой пиар-эффект для партии власти они себе привезли на этих, по сути, бюджетных копейках. То есть речь идет порядка о 7 миллионах рублей. И если бы речь шла о 700 миллионах рублей и говорили о том, что мы на эти деньги постоим 3 детских сада, мы отремонтируем столько-то спортивных площадок, мы сделаем на эти средства новый водопровод где-нибудь в Вятских полянах, условно говоря, то я еще понимаю, был бы эффект. Но здесь речь шла о такой ничтожной цифре, но столько было положительного, так сказать, пиара для партии власти, что мне кажется, что, собственно, это только ради этого и делалось. Эффекта от этих депутатских компенсаций, от их экономии немного. Это моя позиция, я ее озвучивал, но мне кажется, в этой ситуации надо говорить о неких кардинальных мерах бюджетной экономии, бюджетного секвестирования, но не как о таких небольших цифрах. Ну и что это может быть в масштабах УЗС? Конечно, всегда, когда говорят о том, что мы должны сэкономить бюджет, когда мы должны навести секвестров в тех или иных расходах, то часто задают вопрос, а из каких строк бюджета надо убрать сколько миллионов рублей, чтобы сэкономить? Так вот, этим должны заниматься коллегиально. Я всегда об этом говорил, что принимать единоличные решения в наших тяжелейших финансовых условиях очень непросто. Этим должны заниматься коллегиально. То есть представители всех политических партий, всех фракций в областном ЗАГС собрании, совместно с правительством Кировской области должны сесть за круглый стол переговоров и наметить свои предложения, сделать свои выводы. Но, к сожалению, опять, как и в городской власти, так и в областной власти, вот таких, скажем так, политических дискуссий, которые действительно могли бы прийти к конкретному результату, их не происходит. Это, к сожалению. И я считаю, что и областным властям, и городским властям надо прислушиваться к мнению всех политических партий, представленных в обоих парламентах, надо прислушиваться к избирателям, потому что у нас аккумулируется информация от наших избирателей. Мы слышим, что нам предлагают, мы сами делаем выводы, мы постоянно дискутируем, в том числе и внутри партии, и у нас есть конкретные предложения. Но эти предложения очень тяжело представить на публику, очень тяжело представить тем людям, которые непосредственно принимают решения о бюджете. Алексей, пожалуйста, прокомментируйте другие предложения по этому поводу, по тому, на чем можно сэкономить в ОЗС. Например, Василий Куприянович Сураев, депутат ОЗС, сказал, что можно сэкономить за счет отказа от оплачиваемых должностей председателей комитетов. Оставить можно одного заместителя председателя. Предоставляются им социальные гарантии и пенсионные обеспечения, которые каждый год возрастают. В этом году 185 миллионов привел на цифру. Вот как сократить число оплачиваемых должностей. Вот вы знаете, вот эта уже цифра, она, по крайней мере, вот эта цифра, она уже вызывает интерес. И при сокращении расходов на эту цифру уже можно что-то и построить, и кому-то обеспечить благо. Хорошо, понял Вас. Давайте вкратце пройдемся. Еще один депутат от ЛДП, Владимир Костин, предложил сэкономить на информационном обеспечении работы депутатов. По его словам, на это в год тратится более 60 миллионов. Тоже сумма приличная. Информационное обеспечение. То есть освещение работы депутатов, что СМИ, да? Что областные, что городские власти всегда оправдываются, что избиратели, горожане, кировчане должны слышать о том, что делает для них власть. Они должны получать оперативную информацию о каких-то проектах, о бюджетных расходах. Но мне кажется, если власть будет эффективна, адекватна и компетентна, то избиратель сам найдет эту информацию, сам увидит улучшение его подъезда, сам поймет качество обслуживания в медицинском учреждении, качество обучения своего ребенка в школе. Мне кажется, ему объяснять не надо за 60 миллионов рублей, что делает областная власть. В общем, вы согласны с депутатом? Конечно, согласен. Многовато на информационное обеспечение. Все, что касается экономии на управлении, на менеджменте, я двумя руками за. Все, что касается экономии на каких-то социальных обязательствах или тем более на экономике, на развитии экономики, я против. Давайте сейчас вернемся обратно в городскую думу. Напомню, что это особое мнение Алексея Кузьмина, депутата Кировской городской. Я знаю, что у вас есть тоже предложение по части экономии в рамках нашего городского парламента. Речь идет о чем? Речь идет о экономии на аппарате, да? Я прочитал. Да. Скажите поподробнее. Городская дума тратит достаточно существенные цифры на свой аппарат. Аппарат – это те специалисты, которые занимаются подготовкой к пленарным заседаниям, подготовкой к работе комиссии городской думы, ведут документооборот, покупают минералку и так далее. Сколько их? Цифра, если я не ошибаюсь, порядка 18 человек, я тут могу ошибаться, буду уточнить. И ежегодно на их содержание тратится порядка 25-26 миллионов рублей. Но это зарплаты? Да, в том числе, да. Социальные выплаты, зарплаты. Значит, мое было предложение следующее, что необходимо в столь сложный финансовый 2017 год кардинально присмотреть работу аппарата Кировской городской думы и попытаться секвестировать бюджет по этой строке. Насколько? И кому предложение вы уже озвучили? Предложение было озвучено главе города Кирова. Владыкин. Вы написали, да? Конечно. Значит, в этой ситуации сейчас мы видим определенный результат. Отдел информации аппарата Кировской городской думы перетек в отдел информации администрации города Кирова. Так, давайте проще объяснить. Две пресс-службы слили просто. Две пресс-службы слили в одну. То есть, штатные единицы переместились из аппарата городской думы в администрацию городской думы, в администрацию города. И в результате такого перемещения, которое было одобрено вчера на заседании городской думы, была сокращена одна штатная единица. Соответственно... Ну, чисто по-человечески, наверное, жалоба чего. Конечно, паровозик тронулся, но мы считаем, все равно эти меры не совсем достаточны. С точки зрения бюджетной экономии, они, в принципе, ничего не дают. Да, ничего не дают, потому что из одного кармана переложили в другой карман. Но бреки-то одни. Но ваш-то взгляд, ваш-то точка зрения, насколько сократить финансирование с 25 до 26 миллионов? Сколько достаточно? Сколько человек достаточно? Мы считаем, что хотя бы... Я знаю, вы там в Киселево приводите в пример, когда работало 4 человека, они все успевали. Но в этой ситуации городские власти оправдываются, что когда был Василий Алексеевич Киселев, то и бюджет города Кирова существенно и кардинально отличался в меньшую сторону. Но, мне кажется, от размера бюджета эффективность и количество рабочих часов аппарата Кировской городской думы не увеличилось и не изменяется. Поэтому тоже оправдание не совсем адекватное. Ну, в этой ситуации мы предлагали на треть сократить аппарат и таким образом сэкономить какую-то бюджетную цифру. Ну, примерно на треть тоже, нет? Примерно. Примерно на треть. И количество сокращенных должностей. Вы знаете, таких моментов, таких нюансов в расходной части бюджета очень много, где можно сократить, где необходимо оптимизировать штатные единицы, где необходимо оптимизировать функционал. Например, организация, которая занимается озеленением в городе Кирове. Дирекция земного хозяйства? В том числе. Она на заработные оплаты потратит порядка 40 миллионов рублей. А на все озеленение города Кирова 26 миллионов рублей. Ух ты. Так вот, скажите мне, оплата труда, заработная плата вот этих менеджеров, управленцев этого процесса, она должна почти в два раза превосходить расходы на непосредственно озеленение на работу? Мне кажется, что нет. И таких примеров масса. Поэтому призываю еще раз, обращаю внимание и общественности, и городских властей, что необходимо экономить на менеджменте. Менеджмент городской администрации раздут. Ой, я придумал. Зеленителям стоит выдать пару раз зарплату саженцами. Что они с ними будут делать? Они все равно пойдут под высадку. Ладно. После небольшой рекламы мы вам, уважаемые слушатели, расскажем еще, вернее Алексей расскажет про удивительную вещь, про возможную покупку нового автомобиля для городской думы. Но это буквально через пару минут. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня мы слушаем особое мнение Алексея Кузьмина, депутата Кировской городской думы. Любопытную информацию я нашел на сайте регионального отделения «Справедливая Россия». Напомню, что фракцию «Справедливая Россия» Алексей представляет в нашем городском парламенте. Сообщается на сайте о том, что на 12 декабря назначен аукцион по приобретению для нужд Кировской гордумы иномарки представительского класса. Что-то в этом роде? Расскажите, Алексей, о чем идет речь? Ну, действительно, объявлены торги на покупку представительского автомобиля за миллион четыреста, который будет эксплуатироваться сотрудниками или представителями Кировской городской думы. Ну, естественно, мы как оппозиционная партия, как люди, которые радеют за бюджет и областной, и городской, мы выступаем против увеличения чиновничьих трат. Мы постоянно об этом говорим. И в том числе следим за такими представительскими расходами. И вот этот автомобиль, который будет куплен взамен, повторюсь, взамен «Тойоты Камри», которая требует капитального ремонта двигателя, как мне объяснили. «Тойота Камри» – это единственный автомобиль в распоряжении? Насколько я знаю, три автомобиля закреплены за городской думой. Раньше Владимир Васильевич ездил на арендованном автомобиле, а за городской думой закреплены три машины. Могу ошибиться, может быть, две. Так вот, не суть важна. Этот автомобиль Камри активно эксплуатировался, ездил на различные мероприятия. Настолько активно ездил на мероприятия, что износ достаточно высокий и требует капитального ремонта двигателя. Ну, в этом есть логика, потому что вы же, как автомобилец, понимаете, что зачастую лучше новый приобрести автомобиль, чем ремонтировать старый. Ну, ладно. В том числе, вот, видимо, исходя из этой логики, городские власти приняли решение о покупке нового автомобиля, уже не «Тойота Камри», насколько я понимаю. И этот автомобиль пойдет взамен Камри. Ну, я немножко ориентируюсь, так немножко вклюнусь, немножко ориентируюсь в ценах новых автомобилей сейчас. Миллион триста, миллион четыреста – это, ну, предположим, та же «Тойота», но только «Королла», но в самой богатой комплектации, например. Ну, естественно, комплектация будет самая богатая. Да, до «Камри» – это базовая стоимость по нынешним ценам «Тойота Камри» – миллион триста, миллион четыреста. Так, это ладно. Ну, если поговорить с водителями правительственного гаража, областного правительства или городской администрации, то вы услышите очень много нелестных отзывов об этой «Тойоте». Да? Нелестных, да. Поэтому… Именно об этой «Тойоте», об одной? Нет, о марке «Тойота Камри». Вернее, о модели. Да, не хочу антирекламу какую-то устроить, но тем не менее. Вы такое-то что предлагаете? Не покупать? Я предлагаю оптимизировать расходы на аппарат и на городскую думу, и эффективнее использовать машины места, которые есть теперь, которые есть сейчас. Помимо этого, у нас есть общественный транспорт, у нас есть такси. Вот посмотрите на мэра Нью-Йорка, на мэра Лондона. Ну, их всех, например, приводят, да. На велосипеде. И никого это не смущает, никакого пиара они из этого не делают. А у нас, видите ли, все, скажем так, хоть где-то вышестоящие персоны должны иметь обязательно личный служебный автомобиль с водителем, обязательно слово должно быть представительского класса, обязательно в полной комплектации и разъезжать по нашим угнетенным и на 82% несоответствующим ГОСТ кировским дорогам. Мне кажется, что в этой ситуации либо надо оптимизировать время уже закрепленных за городской думой автомобилей, либо купить поскромнее автомобиль. Поскромнее? Поскромнее, причем существенно. И показать тем самым своим избирателям о том, что мы экономим в том числе и на себе. Мы знаем, как тяжело придется бюджету в 2017 году, и мы готовы и сами, как призвал Владимир Владимирович, подтянуть пояса. А вот сейчас подтягивания поясов не происходит. И строка содержания администрации города Кирова и Кировская городская дума в бюджете 2017 года не изменилась совершенно ни на один рубль. Копейку. Ни на копейку. И меня и нашу партию это возмущает и вызывает недоумение, когда социальные обязательства даже на областном уровне и так подтягивают пояса, как только можно. В городе ничего в этом плане не сокращается. Ну, про автомобили давайте скажем спасибо, хоть не Крузер 200 или Крузер Прадо. Не удивлюсь, если скоро будет. За 3-4-5 миллионов, да. Но в любом случае акцион-то состоится, да? Я думаю, что акцион состоится. Мы не успеем повлиять на это. Остается у нас немного много времени. Давайте еще одну же вытрепещущую тему затронем. Это тема возможного повышения проезда в общественном транспорте. Такую ужасную для многих цифру затребовали перевозчики. 20 рублей. Сейчас напомню, проезд у нас в автобусах и троллейбусах. Перевозчики просят поднять его до 30-35 рублей. Ну, вот накануне, например, областной совет ветеранов уже обратился к временными исполняющими обязанностями. Губернатор Кировской области с просьбой оставить стоимость проезда на нынешнем уровне. Ну, в любом случае, неизбежен рост цен в общественном транспорте, на ваш взгляд? Вы знаете, я начну с того, что в этом году и тем более в следующем году реальные доходы населения города Кирова существенно падают. Население беднеет, не говоря уже о пенсионерах, малоимущих, студентах, школьниках. Основных, так сказать, пользователей. Основных пользователей общественного транспорта. Если мы говорим о том, что мы почти на треть повышаем стоимость проезда, то мы должны говорить о том, что мы должны увеличить пропускную способность общественного транспорта, мы должны закупить новые автобусы, мы должны предложить качественный сервис, дополнительные услуги и так далее. Но мне кажется, что автоперевозчики, предлагая такую цену в 30-35 рублей, я не думаю, что они в первую очередь задумываются о покупке новых комфортабельных шведских автобусов. Они не думают о том, чтобы заправляться качественным бензином, а не тем дизелем, который льется в наши пазики сейчас. Я не думаю, что они способны как-то увеличить комфорт в общественном транспорте. Нет, все этого происходить не будет, просто будет, я думаю, маржа автоперевозчиков увеличиваться. Это первое. Второе. У нас основным автоперевозчиком является автотранспортное предприятие, собственником которого является город. Муниципалитет. Муниципалитет. Поэтому, мне кажется, все-таки, если уж муниципалитет владеет основным активом с точки зрения перевозчика, то он должен следить за тем, чтобы выполнять некую социальную нагрузку. Так вот, проезд в общественном транспорте для муниципалитета – это все-таки социальная нагрузка. Поэтому для городских властей надо принять четкое и конкретное решение. Либо мы транспорт отдаем сугубо в частные руки, и рынок сам выстраивает отношения с пассажирами. Конкуренция будет. Будет свободная конкуренция, будут бороться за качество, будут бороться за цену, и тем самым рынок сам себя настроит. Либо мы говорим о исключительной муниципальной функции перевозки пассажиров, и мы выполняем некую социальную нагрузку, социальную функцию, берем на себя социальные обязательства. Вплоть до бесплатного проезда. Ну, бесплатно, я думаю, к этому мы не придем, но тем не менее. Так вот, во втором случае, все-таки бюджету города Кирова необходимо искать дотации для того, чтобы компенсировать муниципальному перевозчику его потери от перевозки, скажем, этих же льготников, от выпадающих доходов и так далее. То есть здесь уже четкое решение за городскими властями. Либо частный извоз, либо муниципальный перевозчик. Так вот, здесь надо принять конкретное решение. Но так или иначе, рост неизбежен в нынешних условиях? Мне кажется, при росте стоимости ГСМ, при росте обслуживания автопарка, при увеличении кредитной нагрузки, скорее всего, рост неизбежен, к сожалению. Если все-таки областная власть и городская власть не примут четкого решения, еще раз повторюсь, все-таки КТОП должен перевозить наши кировчаки. Это как о кардинальной реформе, да? О кардинальной реформе системы спального транспорта. Остается у нас буквально 2-3 минуты. Еще хочется узнать ваше мнение, Алексей, по поводу уборки областного центра. Снегоуборочная техника, имея в виду, напомню историю вопроса, когда в начале ноября, да, была у нас большая метель, и техника снова не справлялась со снежными массами. Представители областного правительства наведались к подрядчикам, посмотрели, как там устроено у них хозяйство. Когда возмущению не было предела, да, чиновников, и тогда вот они затребовали информацию о том, можно ли посмотреть, где сейчас находится снегоуборочная техника, то есть спутниковая навигация, это все вещи выдает. И все это вылилось в то, что позавчера было объявлено о создании открытого вполне сайта, где любой желающий может посмотреть, где в конкретный момент времени находится та или иная техника. Там и те, которые грузовики вывозят снег, эти грейдеры, тракторы и так далее, причем не только областной центр, но и вся область. Вот как вам такое явление? Придет оно на пользу? Ну, вы знаете, безусловно, я поддерживаю все новое, все современное, и такая онлайн-карта, она будет способствовать некому гражданскому контролю, но представители областных властей все-таки люди в Кирове новые. И они первый раз увидели нашу вятскую зиму и поняли, насколько тяжело городские подрядчики справляются с уборкой и содержанием уличной дорожной сети. А мы, кировчане, здесь не новые. Мы здесь живем постоянно, и каждую зиму мы видим одно и то же, уже на протяжении целых десятилетий. Поэтому ситуацию здесь надо менять кардинально, и никакие онлайн-карты кардинально ситуацию не изменят. Необходим комплексный подход по формированию тендеров. Тендеры, как мне кажется, и мое предложение, должны быть разбиты на несколько. Сегодняшняя ситуация, когда единый большой лот может потянуть лишь один генподрядчик, она неприемлема. Есть много фирм и организаций, которые готовы заняться уборкой, содержанием, асфальтоукладкой, но в пределах своих масштабах. Соответственно, необходимы тендеры на кварталы, на районы города Кирова. Только тогда... Микрорайоны. Он будет заинтересован в участии в этих торгах, он будет также бороться за эффективность, покупать новую технику и, поверьте, качественнее содержать улицы города Кирова. А та ситуация, которая продолжается, когда одно предприятие выигрывает один огромный тендер и потом раздает до 70% работ своим субпотребчикам, она никогда не будет эффективной. Как вы думаете, в следующем году ситуация изменится с учетом того пристального общественного контроля, который был начат в этом году? Я очень надеюсь, что ситуация... Общественники тоже, ведь, требуют разбивать... Я очень надеюсь, что ситуация в следующем году изменится и под прицелом гражданских активистов и гражданского контроля. И, самое главное, областных и муниципальных властей. Если власти не будут обращать на эту проблему внимание, она не будет решаться. Заканчивается время особого мнения. Это особое мнение Алексея Кузьмина, депутата Кировской городской думы. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Особое мнение на 101FM